Так, да. Всем добрый день, спасибо, что присоединились в эту пятницу, я думаю, что вам будет интересно так же, как и мне. Сегодня такая интересная тема, которой мы начинаем, собственно, саму тему месяцев теплиться, и мы будем в этом месяце писать и говорить много о том, как связать интернет, технологии и людей более такого старшего возраста. Потому что на самом деле это очень важная тема, и действительно сейчас технологии развиваются, все становится более и более доступными, и поэтому, в принципе, нужно это осветить и показать, в каком виде все это находится. Если у вас будут какие-то вопросы, пишите мне, я с радостью отвечу презентацию, потом можно будет скачать. Также будет видео, в конце вы также можете будет посмотреть, и буквально на нашем сайте будет в понедельник после релиза. Меня зовут Алексей Ницца, еще раз всем привет, и вот наша тема сегодня звучит, как открыть интернет для тех, кому за 50. Как открыть, в том смысле, как показать, что он привлекателен, что там много полезного, и что, собственно, им вообще пора бы уже начинать пользоваться. Я все-таки надеюсь, что у вас будут какие-то вопросы, потому что мне интересно, как-то вступить в какую-то дискуссию, потому что я рассказываю свое видение какое-то, и поэтому было бы здорово услышать ваше мнение. Итак, пару слов спасибо за предоставленную площадку фонду Focus Media, с помощью которого мы, собственно, проводим наши вебинары на платформе webinar.ru. И пару слов о себе. Я являюсь венд-редактором и автором видеоуроков «Теплица». Если кто-то не знает, что делает «Теплица», хотя я надеюсь, что все знают, то в двух словах мы соединяем IT-секторы и некоммерческий сектор, и рассказываем друг другу, и пытаемся их связать. И, в частности, некоммерческому сектору мы доносим информацию в простом виде, чтобы показать, что технологии – это не страшно, можно много делать самостоятельно, и это совершенно несложно. Мой мейл здесь есть, то есть вы можете обращаться ко мне по любым вопросам, в частности, по вебинарам. Также я пишу статьи, какие-то материалы. Также, если есть какие-то вопросы или пожелания, например, сделать какой-то видеоурок о каком-то конкретном сервисе, также можете написать. Так, и я хочу сразу сказать, что так как мы являемся образовательным проектом, то, по сути, я представляю такой вот срез знаний, который есть в интернете, и рассказываю о нем. То есть, тем самым показывая, что, в принципе, разобраться в какой-то тематике совершенно несложно, нужно просто потратить какое-то время и понять, что это и как это. Двигаемся дальше. И что такое онлайн-уроки, наверное, все знают. Это небольшие такие видео, которые делал, в частности, я, и там рассказываю о том, как пользоваться онлайн-сервисами, которые помогают вам в вашей работе. Поэтому в презентации все картинки кликабельные, вы, то есть, можете нажать потом в PDF-презентации на картинку, и вы можете открыть ее в браузере и перейти. Сейчас у видеоуроков уже порядка 70, там достаточно много чего интересного. Вы можете найти для себя, для своей работы, и, возможно, вам будет это в помощь. Поэтому советую перейти, посмотреть. Опять же, если есть какие-то заявки, чтобы сделать видеоуроки о каком-то конкретном сервисе, или, например, как сделать что-то, пишите мне, я с радостью это сделаю. Также веб-вебинары мы записываем. Если вы пропустили какой-то из наших вебинаров, можете найти его, во-первых, в плейлисте на YouTube, как вы видите здесь, и также вы можете найти это на нашем сайте в разделе мероприятий, вкладка вебинары. Там достаточно все описано, и, в принципе, мы туда складываем наши все вебинары. Поэтому можете зайти, посмотреть, достаточно интересно. Двигаемся дальше, и сегодня мы будем затрагивать такую очень интересную тему, и мне интересно просто... Я бы долго думал, с какой стороны к ней подойти, потому что действительно она такая широкая и большая. Но вот, может быть, я немножко сумбурно сегодня буду рассказывать в каком-то виде, но надеюсь, что донесу до вас какую-то информацию, которую вы, в принципе, может быть, не знали, но что-то новое вы в любом случае найдете. Итак, тема, в принципе, она такая обширная и звучит так, как интернет и старшее поколение. То есть я не хочу сразу ограничивать каким-то именно конкретным возрастом, да, потому что, может быть, это не совсем правомерно, потому что, например, там люди 50 и старше, или там 65 и старше, или пенсионеры и старше. То есть мне кажется, здесь нужно определить это таким образом, что это, в принципе, старшее поколение, да, которое не очень контактирует все-таки с интернетом, с компьютерами и с технологиями. И давайте рассмотрим, собственно, почему и, как бы, для чего вообще им это нужно делать. И если вы еще, например, своим родителям или, там, бабушкам и дедушкам еще не рассказали, не научили чем-то пользоваться, то можно, наверное, посмотреть, что полезного им принесет вот использование интернета. И, наверное, главный вопрос вообще стоит перед всеми нами, которые, там, задаются вопросом вообще, то есть зачем, зачем старшему поколению нужен интернет, и зачем старшему поколению нужны компьютеры. Все как-то жили долгое время, да, всю жизнь без компьютеров, и они живут так дальше, и совершенно непонятно для многих, для чего это нужно. И вот я сегодня попытаюсь найти ответы на этот вопрос. И для начала мы начнем с того, что рассмотрим несколько статистических данных, чтобы понять вообще о том, какая аудитория присутствует в интернете именно старшему поколению. И, например, вот Яндекс буквально на днях выложил исследование, которое показывает о том, что, естественно, что аудитория интернета растет, как вы видите. Как вы видите, надо смотреть вот на эти синенькие столбики, да. Прирост за год миллионов человек, то есть достаточно большой прирост. И общие столбики – это количество пользователей всего. То есть получается, что у нас порядка в России, там, 70 миллионов, чуть меньше пользователей интернета, исходя из того, что всего у нас в России живет порядка 145 миллионов. Это достаточно неплохой такой показатель, но, естественно, что он неравномерно распределяется по нашей стране. И, как вы видите, что годовой прирост числа пользователей, он сейчас падает, начиная с 2005 года и до настоящего времени. Это то есть, что рост аудитории замедляется. Но, тем не менее, рост есть. И если посмотреть на возрастной состав аудитории интернета, можно увидеть, что, как ни странно, но люди старше 55 лет, они присутствуют в интернете и составляют порядка 10%. И это, на самом деле, достаточно много, потому что, как вы видите, пользователи 12-17 лет составляют практически одинаковое количество, что и пожилые люди. То есть, как вы видите, желтый цвет, да, и вот светло-синий, он практически по размерам одинаковый. То есть кажется, что 10% достаточно мало, но по сравнению вот с аудиторией молодой, это достаточно хороший показатель. И это уже дает повод задуматься о том, что это важно, и важно вообще направлять свои как-то усилия на работу с этой аудиторией. Также еще несколько статистических данных. Возьмем, например, из США. Они рассмотрели и показали сравнение, например, использования социальных сетей и интернет-пользователей старше 65 лет в сравнении с 2013 и 2014 годами. И разбили это по использованию именно социальных сетей, таких как Facebook, LinkedIn, Pinterest, Twitter и Instagram. И, как вы видите, везде рост есть. И хотя по сравнению, может быть, со всеми пользователями он не заметен, но он есть. И это еще связано с тем, что, во-первых, становятся технологии дешевле, телефоны становятся дешевле, интернет становится дешевле, да и просто люди стареют. Это значит, что каждый год, буквально каждые 5 лет, да, пожилыми людьми начинают считаться другие люди совершенно. То есть они замещают друг друга, и с годами, буквально через 5 лет, уже все-таки большая вероятность того, что люди, которые начинали использовать интернет, будут в той возрастной группе увеличиваться. Поэтому, в принципе, тут все логично, и как бы никаких противоречий нет. И, как вы видите, статистика показывает, что действительно аудитория растет. Также есть интересный такой график прогноза, который говорит, что к 2050 году, я боюсь ошибиться, ну, как, наверное, из графика видно, что 85 лет и старше аудитория может составить целых 20 миллионов пользователей, а 65 лет и старше может составить практически 90 миллионов пользователей. Я пытаюсь понять... Скорее всего, это все-таки пользователи США. Но, тем не менее, как вы видите, 85 лет и старше, и пользоваться интернетом, как мы видим, действительно это просто, ну, удивительно. И мне кажется, что сейчас в России, например, этот уровень достаточно очень низок, да, вот эта возрастная аудитория, которая пользуется интернетом. Тем не менее, она существует, и нельзя говорить, что, например, в России такого нет совершенно, это неправда, потому что буквально вот готовясь к этому вебинару, я читал такую информацию о том, что, например, в Одноклассниках есть, ну, всякие группы, да, по интересам, и есть одна группа для... именно для таких возрастных людей, и ее ведет мужчина возраст где-то порядка 85 лет, 87 лет, что удивительно, в принципе, для общего восприятия, но, тем не менее, это так. Это здорово. И, то есть, статистика показывает динамику, которая действительно есть, и количество людей такого возраста, она увеличивается. И интересная еще статистика, значит, сейчас пытаюсь ее объяснить. Смотрите, то есть, если мы посмотрим... То есть, это как росла аудитория интернета, и какой процент пользователей пользуются интернетом за последние три месяца хотя бы один раз. То есть, аудитория 55+, да, о которой мы сегодня говорим, в принципе, это получается, что уже в прошлом году практически каждый третий пользователь хотя бы один раз в три месяца заходил в интернет. Если говорить о пользователе 10-19 лет, то это практически 89%, практически 90%. Ну, так как это все-таки данные, по России, и, как мы видим, это по городам, где 100 тысяч плюс, в принципе, это хороший показатель. То есть, это даже не города-миллионники, а, тем не менее, это какие-то небольшие города. Но все равно, как вы видите, уже даже 33%, то есть, одна третья часть людей заходит хотя бы один раз в три месяца. Это уже показатель. То есть, это тоже нужно иметь в виду. Если вы хотите посмотреть статистику больше, вот ссылка на именно исследование развития интернета в регионах России. Мы в теплице об этом напишем буквально скоро материал и сделаем небольшое исследование, собственно, что это значит. И если просто интересно, можете зайти по ссылке и посмотреть. А также следует обратить внимание на вот этот отчет, который именно, правда, на английском языке, но тем не менее. И это использование технологиями, более такими взрослыми группами, граждан, начиная там... В основном это 65+, считается. Достаточно хороший отчет и много действительно полезной информации. В общем, резюмирую. Хочу сказать, что статистика показывает следующее, что возрастная группа 55+, да, допустим, в общем, более старшее поколение, оно приходит в интернет, и оно растет, и аудитория растет. И, как я вот писал в анонсе, это говорит вот о чем, что, во-первых, больше людей начнут пользоваться интернетом, и уже сейчас действительно мы дарим там своим бабушкам и дедушкам, маме и папе ноутбуки, планшеты, телефоны, и у всех, в принципе, скоро, в ближайшем будущем, в принципе, будет там техника, которая позволяет выйти в интернет. Поэтому со стороны пользователей это понятно, что это будет уже использоваться. Вопрос только когда. А со стороны бизнеса, со стороны каких-то социальных, социальных проектов, социального предпринимательства, здесь очень... Это большая такая ниша, это большой объем рынка, на который можно быть нацеленным для того, чтобы создавать специализированные приложения, специализированные какие-то сервисы, потому что, далее я сегодня покажу, они еще до сих пор все-таки недостаточно хорошего качества, те, которые существуют, и я покажу почему. То есть, на самом деле, просто следует обратить на это внимание. Двигаемся дальше и поговорим вот о чем. О понятии таком, как исключительность, цифровая исключительность, социальная исключительность и страх. В двух словах это имеет в виду, что вообще несет за собой неиспользование технологий, неиспользование интернета, и почему так происходит. Цифровая исключительность, я поднимаю под ней, когда человек живет обычной жизнью, и, ну, как вот привычный человек жил и живет, и живет, и живет, но он, например, не берет, например, в повседневное использование технологий, интернет и так далее. Например, это поколение именно наших бабушек-дедушек или более старших поколений, там, допустим, 55+. И почему это плохо, и почему цифровая исключительность это плохо? Потому что она может нести за собой социальную исключительность. Это значит, что не имея, например, если мы будем говорить в целом о людях, да, то есть если не имея, там, предрасположенности и желания, там, использовать технологии, то, во-первых, вы исключаете себя из общения, из взаимодействия с другими людьми, и вы не чувствуете себя частью общества и частью страны, потому что у вас есть только ограниченные каналы связи, которые ограничиваются действительно только, например, телевидением, радио и так далее, да. То есть это такой канал связи, которым в одну сторону вы никак не можете коммуницировать, и отвечать в обратную сторону. Возможно, вы можете подумать о том, что это и не нужно никому, но тем не менее, это важный такой аспект. И что касаемо, например, людей, у которых действительно родственники или там дети живут в других городах, это, безусловно, проблема для многих, потому что без технологий, без использования интернета общаться очень сложно, и многие, например, дети не могут часто ездить домой, и поэтому они видят своих родителей очень редко. Поэтому вот именно цифровая исключительность здесь может нести именно социальная. Важно понимать, что те, кто не может пользоваться онлайн какой-то системой, а это сейчас, вот, например, в больших городах уже выводится повседневно, да, особенно уже в Европе, и в Штатах, и в России, то, например, тот человек, кто не пользуется технологией, он не сможет получать какие-то пособия или получать какие-то дотации от государства, и это намного серьезнее, да, чем не иметь возможности общаться с друзьями. То есть это нужно понимать, что технологии развиваются, все идет, и если человек, например, в какой-то момент он не идет в ногу со временем, да, то он теряет, теряет возможности, которые ему предоставляют, в том числе и государство, и общество. И тут нужно поговорить вот о чем. Например, есть такой пример, о котором мы писали буквально, наверное, год назад, и есть такой онлайн-сентрис-фоундейшн, это, по сути, сеть онлайн-центров, которая помогает получить компьютерные навыки, по сути, это компьютерные курсы, да. Ну, это такая большая сеть Великобритании, она составляет порядка 5000 центров, только вы вдумайтесь в цифру и сравните площадь Великобритании, да, и площадь России. Ну, и, в принципе, тут можно тоже сделать вывод. Так вот, с 2010 года эта сеть компьютерных центров помогла более чем 1 миллиону человек освоить компьютерную грамотность и навыки пользования интернета. А что это говорит? Что это оказало влияние на жизнь практически 80 тысяч людей, то есть 8%. 80 тысяч человек, просто вдумайтесь. И вот такая интересная статистика, что для государства, например, безработный человек, например, обходится в 9350 евро в год, почти 10 тысяч евро. Таким образом, например, люди, которые закончили эти курсы и наладили свою жизнь, нашли работу, да, таким образом они за год сэкономили государство только 750 миллионов евро. То есть кажется, что это мелочь, но, тем не менее, это просто огромные суммы. Может быть, это не так приближено все-таки к более старшему поколению, но сейчас я приведу пример, который будет вам понятен и будет более такой значимый для более старшего поколения. Есть некая история Норы. Нора – это такая женщина, которая, ну, как типичная, там, не знаю, гражданка в Великобритании, и она просто заметно была следующим, что она начала пользоваться интернетом достаточно поздно, и вот она смогла сбросить лишний вес. И тем самым, то есть при использовании интернета она смотрела разные сайты, значит, делилась советами, рецептами, общалась через интернет. Таким образом, все это привело к тому, что, я не знаю результат, но тем не менее, это привело к тому, что, возможно, ей не нужны уже больше лекарства, например, от диабета, да, так как это было связано, например, с избыточным весом. Таким образом, с помощью просто информации, с помощью владения технологиями, да, это даже это сэкономило, а один человек – это 5000 евро в год. То есть просто давая возможность людям получать нужную информацию через технологии интернет, да, хотя бы о здравоохранении, а это очень важно, например, именно для более старшего поколения. Во-первых, в первую очередь, государство на самом деле экономит очень большие деньги, в том числе и, например, сами пользователи также экономят деньги на лекарства. То есть это нужно понимать. Например, вот отвлеченно хочу привести пример о том, что есть добровольное страхование во многих компаниях, да, как мы знаем, и оно стоит на самом деле для компаний достаточно больших денег. И вот если сравнить, например, с затратами на добровольное страхование и на оплату фитнес-зала, например, для сотрудников, по сути, фитнес может быть даже дешевле, а может быть и дороже. Но тем не менее, в долгосрочной перспективе компания выигрывает, та компания выигрывает, которая оплачивает именно спорт, потому что сотрудники становятся более здоровыми, и они менее затратные в плане вот страхования именно здоровья. Поэтому это очень важно. Переходим дальше. И есть некая цитата, которую я хочу привести просто на вопрос о том, а как бы зачем и как привлечь вообще более старшее поколение в интернет. И один человек ответил, что в первую очередь надо показать, что это не так сложно. Если нажмут на какую-то кнопку, то с компьютером ничего не случится. При обучении надо иметь терпение и не показывать быстро все действия. Если есть родственники в другом городе, соедините по скайпу, это будет им интересно. То есть в этом предложении, в принципе, человек высказал все те страхи, которые есть, в принципе, у такого более старшего поколения касательно интернета, технологии и использования. И это важно. И вот если еще раз заострить внимание на этом, то можно перечислить их. Так как более старшее поколение, все-таки более старшее поколение, у него больше жизненного опыта, прошу прощения, более жизненного опыта, то, в принципе, с одной стороны, люди не привыкли просить помощи. Даже в тех случаях, когда эта помощь, в принципе, необходима. Иногда это бывает так, что человек просто не в курсе, что он может попросить помощи, и это несложно, да, ему помогут. Поэтому вот нужно иметь в виду, что более старшее поколение, вот нужно быть готовым именно помочь различными советами. Также физические препятствия. Что я имею в виду? Например, если мы говорим просто, например, об интернете, да, не беря какие-то специальные технологии, то, опять же, в более старшем поколении, да и вот, например, у меня, да, с возрастом у всех, например, ухудшается зрение как минимум. То есть, например, если вы заходите на какой-то важный интересный сайт, а там очень мелкий шрифт, это как минимум уже физическое препятствие. То есть вам нужно напрягать ваше зрение, вам тяжело читать, поэтому это уже отбивает желание. И вот здесь многие сайты должны быть именно нацелены на то, чтобы преодолеть эти физические препятствия. Также скептический настрой по отношению к преимуществам используемой технологии. То есть, вот опять же, как я задал в самом начале вопрос, зачем? Наверное, 90% тех пожилых людей, которые не пользуются интернетом и технологиями, если у них спросить, они ответят, что ничего нового им это не даст. И это действительно... В принципе, они по-своему правы. И почему? Потому что у них нет... не с чем сравнивать, да? Им очень тяжело понять, как это вообще может им помочь, для чего это им нужно. То есть, вот это все тяжело. И опять же, когда мы что-то новое изучаем, нам всегда было тяжело, в том числе, например, когда мы учились в институте, но с возрастом воспринимать новые знания нам еще тяжелее, тяжелее, тяжелее. Не потому что мы становимся глупее, а просто потому что меняется восприятие информации, и нам просто тяжело ее усвоить, и на это нужно больше времени, больше практики. Поэтому многие люди, например, даже и хотят изучать какие-то технологии, но у них просто это не получается. Потому что, например, не хватает усидчивости или не хватает времени. Если преодолеть вот эти страхи основные, да, это уже будет большой шаг к тому, что человек начнет пользоваться технологиями, и интернетом в том числе. Теперь давайте подумаем о том, а зачем действительно все это нужно, и как-то найдем какие-то ответы. Я, когда готовился к этому вебинару, я нашел такую интересную статью, где приводила ссылка на такой фильм. И вот, в принципе, вы потом можете нажать и посмотреть. В принципе, я даже могу вам, наверное, скопировать сейчас ссылку. Так. Только вы сейчас, пожалуйста, не открывайте, а потом посмотрите. Итак, что же это такое? Это, на самом деле, документальный фильм. Как вы видите, это такой вид трейлера, да, то есть был такой документальный фильм, и вот о чем он был. Называется он «Киберсеньоры», ну, то есть если перевести, то как бы киберлюди старшего возраста, то есть те люди, которые пользуются именно технологиями. И, значит, девушка-автор решила снять следующий фильм о том, как, например, взаимодействуют молодые люди, которые обучают более пожилых людей интернету и как пользоваться разными онлайн-сервисами. И это был долгий такой процесс достаточно, и за 10 месяцев накопилось 120 часов видео, и вот по ссылке вы можете потом посмотреть несколько роликов, они действительно очень милые, и просто посмотреть, как вообще более молодые люди, да, они общались, и как они обучали более старших людей, и это действительно важно. И, как вы видите, в съемках приняли участие 8 подростков-менторов и 6 людей в возрасте от 77 до 93 лет. Вы представьте себе просто цифру, да, 77-93 года. Это действительно люди старшего возраста, которые не пользовались технологиями, для которых это было в новинку просто. И здесь такая применялась модель обратная, да, что обычно старшие люди учат молодых, да, а здесь наоборот, что подростки учат более пожилых людей. И девушку зовут Сафран Кэссидей, и вот она была инициатором, собственно, съемки вот этого документального фильма. И что же натолкнуло ее на создание вот этого проекта? И она говорит о том, что существует огромное цифровое неравенство между поколениями, да. В частности, мы все понимаем, что более молодые люди, да, совершенно не понимают в технологическом плане более пожилых людей, потому что просто у нас общий жизненный опыт разный. И тинейджеры не помнят мир без компьютеров, а некоторые пожилые люди никогда не пользовались компьютерами. То есть это действительно полный разрыв, буквально там через 2-3 поколения, которые сейчас существуют даже, наверное, через 2, даже, может быть, где-то через одно поколение. И это никак не преодолеть. Вот таким проектом она пыталась донести, во-первых, важность использования технологий, а во-вторых, вот сокращение вот этого разрыва между поколениями, потому что это... То есть никак нельзя его сократить, не столкнув их вместе, да, и не попытавшись делать таким образом, чтобы как-то одна часть помогла другой части. И вот этим я хочу сказать, что если, например, вы планируете делать какие-то проекты, связанные с адаптацией более старшего поколения к интернету и так далее, это будет очень здорово, если можно взять, например, несколько учеников школы или там студентов, да, и попытаться сделать так, чтобы они попытались показать и показали, как пользоваться интернетом. То есть это вот одно из решений. И действительно вот самый главный вывод, зачем, да, это вот сократить ту пропасть между поколениями, которая есть. И, возможно, если она будет сокращена с помощью вот понимания использования технологий, может быть, тогда жизнь изменится. И, ну, она такая достаточно глубокая мысль, но вот мне кажется, это очень важно. А если говорить просто, вот буквально там обычными фразами, действительно зачем? Вот задавай вопрос, вопрос, как бы вы ответили, как бы я ответил? В первую очередь, действительно, по статистике все отвечают, что интернет для пожилых людей нужен, в том числе для общения со своими родственниками, со своей семьей, в том случае, когда люди живут в других городах, в других странах, и просто нет возможности общаться с ними никак. И вот я, к сожалению, нет такой статистики, но мне кажется, есть такая прямая закономерность, что те семьи, где члены семьи разбросаны по разным городам и странам, то там использованы технологии намного выше, чем в странах, чем в семьях, которые живут, например, в одном городе, может быть, даже в разных квартирах, но они не общаются между собой. Тем самым вот есть такая закономерность. И второй пункт – это участвовать в общественной жизни. То есть все мы знаем, что люди пожилого возраста, выходя на пенсию или работая еще, они все равно остаются активными, потому что они привыкли быть активными. Конечно, не все, но тем не менее в большинстве своем они все-таки активны, они хотят как-то участвовать. И как я уже говорил, когда человек не использует технологии интернета, у него есть несколько каналов связи, но они совершенно односторонние, они не могут, например, ничего ответить телевизору. То есть все, что вещается, то и вещается. Поэтому интернет – это отличный способ дать человеку возможность высказать свое мнение. А сейчас это очень важно, да, с помощью там социальных сетей или других каких-то способов, каких-то голосований. И вот если показать это более старшему поколению, что вот эти инструменты работают, да, что с помощью них можно решать какие-то там задачи. Например, есть сайт change.org, с помощью которых можно подписывать петиции, дальше какие-то общественно важные задачи. Есть, например, planet.ru, где можно финансировать какие-то проекты. Вот если это все показать именно более старшему поколению, возможно, они поймут, что интернет – это не только игры, это не только какой-то хлам, да, а какой-то правильный инструмент для реализации своих идей и мыслей. Вот, наверное, да, важно заметить, что если глобально говорить, то нужно показывать более старшему поколению, что интернет – это технология, это инструмент. То есть это как ложка, с помощью которой мы едим, да, это как ключи, с помощью которых мы открываем двери, это как, я не знаю, это, ну, вот как любой инструмент, да, там, как ключ разводной, с помощью которого мы что-то там закручиваем или откручиваем. Таким образом, это не просто какая-то, это не просто набор каких-то вот знаний, информации без привязки, да, это важный аспект, это инструмент. Следующее, о чем я хочу сказать, что вот получать важную информацию, да, это важно, то есть человек, например, допустим, пожилой человек любит, допустим, женщина любит готовить, да, естественно, что она может найти кучу возможностей, посмотреть новые рецепты и поделиться своими. И это действительно очень просто, почему нет? Также заказывать товары и услуги, и вот это вот большой такой блок, о котором стоит рассказать, и о которых почему-то мало кто, ну, наверное, многие-то знают, но просто немногие пользуются. Прошу прощения. Что я имею в виду здесь? Во-первых, это, наверное, любые вот услуги, связанные, например, вот есть, дальше было показывать, например, если в магазин утконос, да, вы можете просто по онлайн заказать себе продукты домой, вы также можете заказать себе лекарства домой, вам не надо никуда ходить, вы можете это сделать, и вам это не будет стоить намного больше. То есть другой вопрос, нужно ли это пожилым людям, да, вот в этом вопросе. Но тем не менее, вы можете это использовать. Также можете оплачивать всякие счета, ЖКХ и так далее. То есть сейчас даже, допустим, ну, приведу свой пример. Допустим, моя бабушка и дедушка живут в Москве, и они, например, никуда ездят, потому что просто, например, нет машины. Но сейчас технологии интернета, ну, как бы работают очень здорово, потому что вы можете вызвать такси, да, и оплатить, я могу вызвать им такси, оплатить своей картой, и это им ничего не стоит. Они просто садятся, едут, куда им надо, да, и возвращаются, а я оплачиваю. То есть с помощью интернета я могу позволить себе такое. Да, утконос, вот отлично. Вот я, например, столкнулся, вот лично я столкнулся с утконосом и с заказом лекарств, когда там у меня была операция на колени, я просто не мог какое-то время ходить, да, и я просто ощутил на себе, что значит не иметь возможности или иметь возможность куда-то выйти, но как затратить на это огромное количество сил, да, и поэтому если есть возможность сделать это более быстро, почему этого не сделать? Опять же, другой вопрос, нужно ли это человеку. Но мне кажется, что это уже вторичный вопрос, потому что сначала нужно показать о возможностях. Также немаловажно, может быть странно, но с помощью технологии интернета можно работать. Когда я готовился к этому вебинару, я очень много-много-много сайтов видел, типа там работа в интернете для пожилых людей и так далее. Это все, конечно, развод какой-то полный и непонятно что, но если вдуматься, то на самом деле существует уже сейчас достаточно много технологий, с помощью которых пожилой человек может, например, зарабатывать деньги через интернет. Косвенно, возможно, косвенно, возможно, напрямую. Например, есть, допустим, сообщество ярмарка мастеров. Что это такое? Это онлайн-сообщество, когда, например, какая-то бабушка или дедушка делают что-то руками, да, они потом могут выставить это на сайте, и, например, человек, который хочет купить, он связывается с этой бабушкой или дедушкой и покупает напрямую у них. И даже вот это, собственно, использование интернета и технологии позволяет зарабатывать какие-то деньги, да, и почему нет? То есть это просто нужно, опять же, показать эти пути, которые возможны. Ну, и словом «жить» я имел в виду, что действительно жить, а не существовать, то есть потому что вокруг мира он существует, и он огромен, и существует очень много людей вокруг вас, поэтому нужно просто дать понять, что, например, жизнь не заканчивается после того, как люди перестают работать. То есть, например, выходя на пенсию, жизнь не заканчивается, она только начинается, и есть куча способов это показать. Например, даже возьмем путешествие, да, допустим, там, конечно, можно посмотреть это по телевизору, но, например, с помощью Live, как это называется, сейчас я вспомню точно, на Google Maps, например, да, можно походить, условно говоря, вживую по улицам разных городов и стран, да, то есть даже это, ну, мне кажется, интересно, ну, когда человек не имеет возможности, например, поприсутствовать где-то. Почему это отлично от того, что, например, предоставляет телевизор, да, ну, почему бы не посмотреть фильм, да, в принципе, в чем разница? Разница в том, что интернет, по сути, он выполняет ваши действия, да, то есть это не видео, вы можете вовлеченно из, как бы, вы присутствуете там, вы можете сами решать, куда вам идти, повернуть налево или направо, если брать вот эту карту, да, интерактивную, где вы можете, по сути, походить по улицам, то есть вы решаете, не кто-то за вас решает, куда идти, как идти и так далее, а вы сами. И вот мне кажется, вот это еще важно показать. То есть самостоятельное принятие решений в интернете, и, то есть, которое повлечет, наверное, за собой какой-то положительный эффект, это тоже важно, да. То есть, конечно, там, старшего поколения очень много страхов, но тем не менее. Просто нужно это показать, что на самом деле ничего такого нет, и просто нужно потратить какое-то время. И вот буквально на следующем слайде я сейчас покажу 9 или 10 пунктов, которые отвечают на вопрос, как, как же вообще правильно познакомить более пожилого человека с интернетом, и как это сделать более лояльно. Просто написал список, потому что, ну, и я сейчас расскажу более подробно. И если мы будем говорить, да, о том, что вот как мы, там, более молодые люди, или более, например... У меня все, жаргон в голове лезет, я пытаюсь объяснить нормальным языком. То есть, как те люди, которые имеют какие-то навыки работы в интернете, например, как они могут познакомить старшее поколение с интернетом, да. И вот давайте попытаемся это определить и понять с помощью вот этих 10 пунктов. В первую очередь нужно обязательно планировать больше времени. И, как я уже говорил, так как информация воспринимается достаточно медленно, нужно просто запастись терпением и запланировать действительно много времени. То есть, не надо думать, что за день-час вы все расскажете, и человек все поймет. Это бессмысленно. То есть, нужно, там, понять, что нужно это рассказать, нужно это попробовать сделать вместе и так далее. То есть, повторить еще как-то. То есть, вот нужно планировать время. Второе – это настроиться на эмоциональный контакт. Это тоже важно для более старшего поколения, особенно если вы намного моложе. То есть, обязательно нужно войти в контакт, чтобы у человека было доверие к вам, как к человеку, который знает то, о чем будет рассказывать, да. Потому что, если вы будете как-то нагло себя вести, совершенно человек не будет вас воспринимать как эксперта, и он будет думать, вот что ты меня молодой учишь, да. То есть, нужна какая-то эмоциональная связь, понимание, настроение, может быть, какие-то отвлеченные разговоры сначала можно, там, завести, там, несколько минут просто поговорить о том, чем человек живет, там, что, какие у него ожидания от интернета, да, и для чего вообще ему нужно, или, там, что он вообще знает об этом. Тоже интересно. И попытаться с помощью таких вопросов расслабить человек для того, чтобы потом ввести его в какие-то знания. И третий пункт, они другие. Другие имеется в виду, что, как я уже говорил, то есть, мы, там, допустим, я вырос на стыке, там, эпох, когда, там, интернет только появился, да. То есть, сейчас есть уже молодое поколение, которое для них это вообще привычное, да. То есть, а есть люди, которые вообще никогда интернетом не пользовались, интернетом. Поэтому это нужно понимать, что просто это другое, то есть, человек другой, он просто, он неплохой, он не знает, и он не глупый, да, он просто другой, у него другая привычка, он, он жил жизнь по-другому. То есть, это совсем не значит, что это плохо. Также, перед тем, как начать что-то делать, в пункте четвертом, мы говорим о том, что нужно понять именно интересы. Потому что, конечно, в интернете есть много чего интересного, действительно. Но не стоит рассказывать обо всем, потому что, возможно, человеку это не нужно, да. Я всегда за то, чтобы сконцентрироваться на каком-то одном решении проблемы, да. Вот если человеку интересно что-то одно, сначала пусть он научится делать это одно. То есть, если вот он хочет общаться, например, со своей семьей, научите его пользоваться скайпом. Если он хочет общаться просто с людьми, с такими же, как он, покажите ему, что есть там на соцсети. Если он хочет смотреть, не знаю, там, рецепты каких-то блюд, пожалуйста, покажите ему, что есть YouTube, есть канал, и вот, пожалуйста, вы можете там посмотреть вместе, показать, как это работает. То есть, сосредоточиться на чем-то одном. И потом просто это расширять потихонечку. Не стоит выливать все сразу, потому что это бессмысленно. В пункте пятом. Не отвлекаться. Это также важно, потому что, как мы знаем, все мы там часто видим такую картинку, когда даже там разговаривая друг с другом или общаясь там в кафе, то мы смотрим свои телефоны, уткнувшись, да, совершенно неуважительно это выглядит со стороны, тем более это неуважительно выглядит для более старшего поколения. И помимо уважения, хочу сказать, что это, во-первых, отвлекает не только человека, да, которому вы что-то показываете, но и вас самих. Поэтому такое требование, в принципе, оно хорошее, и вот нужно его соблюдать. Просто не отвлекаться и выключить ваш телефон. И вы ничего не пропустите. Потратите там свое время, а потом посмотрите. Пункт шестой. Это понятная такая вещь, наверное, но нужно просто это сделать. То есть, во-первых, нужно говорить медленно и громко, потому что вас должны понимать. И это не говорит о том, что кто-то плохо слышит, или там все плохо слышат, или еще что-то. Просто это в любом случае усилит как-то влияние того, что вы говорите, и вероятность того, что вас правильно услышат, она будет намного больше. То есть, просто нужно говорить четко и громко. И я думаю, что тогда будет успех намного лучше. И пункт седьмой. Помните о терпении. Это пересекается с первым пунктом, что не все так просто, не все так быстро, да. А терпение, ну, вот, например, у меня нет терпения, да. Мне тяжело очень, когда, там, человек не понимает что-то, и мне вот реально тяжело, и я пытаюсь перебороть это в себе, но не всегда получается. Тем самым, ну, наверное, терпение в себе надо развивать таким образом. Поэтому терпением запастись просто обязательно. Пункт восьмой. Слушайте. Обязательно надо слушать то, что спрашивает человек, что он говорит, как он реагирует. Потому что, если человек молчит, ничего не говорит, это тоже плохо. Это значит, что человеку ничего не понятно, либо ему вообще не интересно. То есть, если нет вопросов, это очень плохо. Обязательно просто следите за тем, что человек говорит и спрашивает. Пункт девятый. Объясняйтесь простыми, объясняйтесь простыми словами. Вот, честно, я тоже, когда готовился, я вот очень думал, например, как, как, например, человеку, который никогда не пользуется интернетом, как можно объяснить ему, например, что такое ссылка? Или что такое домен? Или что такое хостинг? Или что такое сайт? Что такое кликнуть? Вот, вот эти все-таки простые слова, которые для нас, они воспринимаются как, ну, сами собой разумеющиеся, да, для, там, людей, которые никогда с этим не сталкивались, да, может быть, они где-то это слышали, но для них это как-то новое что-то, да. Ну, может быть, это смешно звучит, но это действительно так, да, то есть, поэтому нужно придумывать, возможно, даже иногда придумывать, да, какие-то варианты, которые будут более простыми и заменять их. Нет ничего лучше, чем не говорить, а именно показать, да, потому что если вы говорите, что, там, вот ссылка, это, там, и предложение такое какое-то огромное, человек вас не понимает. Вы просто берете, показываете ему, да, что это то, что вставляется, вот, там, имя, имя сайта, которое вставляется в адресную строку, а адресная строка, это вот такая вот штучка, ну, и так далее. То есть, вот, надо стремиться объяснять намного проще. И вот на самом деле, мне кажется, это отличный навык для человека уметь объяснять просто, потому что, вот, если человеку сможет, например, более, там, взрослому человеку объяснить что-то о интернете, да, то, наверное, это уже такой знающий человек, потому что тот, кто может объяснить, значит, он действительно уже сам знает. Хотя, может быть, это, там, звучит забавно и смешно. И десятый пункт – это одна тема за одно занятие. То есть, не стоит, да, говорить все сразу, а стоит вот именно делать и действовать это по шагам. Мое такое вот субъективное мнение, наверное, что все-таки нужно делать одно занятие каким-то законченным, да, ну, то есть, вот, начать с чего-то маленького и вот показать ему что-то действенное, что он сможет сделать, да, может быть, совсем небольшое, там, например, научиться вбивать Яндекс или открывать браузер или сделать что-то еще, но вот что-то одно, да, вот. И если вот он научится этому, да, то это будет намного лучше, чем, например, вы расскажете ему какую-то теорию, а через какое-то там время вы должны будете ему рассказать вторую часть, а он уже забудет про первую. Это, мне кажется, как с минимальным жизнеспособным продуктом, да, когда вы делаете сервис, то есть, то есть, вот, сделайте хоть что-то, что работает, выполняет основные функции, да, ваши задумки, и вот тогда это будет намного лучше, чем сделать там план масштабного чего-то. Так, с этим, наверное, разобрались. Вот, собственно, такой гид, и я думаю, что использовать эти 10 пунктов более эффективно вы сможете, наверное, например, рассказать своей, там, бабушке или родственникам или знакомым, как чем-то пользоваться. Если вы будете делать это самостоятельно, безусловно. Конечно, есть другие варианты, можно делать это, например, на компьютерных курсах, и я сейчас покажу несколько сайтов. Я пытался понять, какие действительно полезные сайты могут быть для старшего поколения, и выбрал на свой, как бы, вкус, только нужно понимать, что это все-таки важные сайты, да, то есть, это не какая-то там Яндекс, да, это что-то другое. Итак, Сбербанк. Наверное, всем понятно, почему Сбербанк, потому что, наверное, пенсию, там, 90% людей получают через Сбербанк. Я сам являюсь, как бы, клиентом этого банка, поэтому, в принципе, для меня Сбербанк является очень хорошим показательным банком, потому что у него удобное приложение, и действительно, мне удобно им пользоваться, даже мне. И вот, просто мое желание, чтобы люди смогли показать, это, например, более старшему поколению, что с помощью Сбербанка, если, например, человек получает пенсию, возможно, ему можно сделать карту, возможно, там, показать ему, что с помощью Сбербанка можно с помощью этой карты куда-то не ходить, да, получать пенсию, да, просто сделать это с помощью карты. И не надо потом, да, Дмитрий, спасибо за отвратительный банк. Ну, понимаете, да, там, о вкусах не спорят. Для кого-то это хороший банк, для кого-то плохой. В принципе, это нормальное явление. Тем не менее, вот, основные функции, этот банк нормально, вот, делает, действительно, основные функции работают. Так вот, я что хочу сказать, что для более старшего поколения, например, было бы интересно донести до них, что, например, там, ЖКХ оплачивать можно с помощью карты. То есть, вот, вообще никуда не надо ходить. Можно это просто делать из дома, да, то есть, зачем тяжело, там, если человеку тяжело ходить, да, там, зачем ему куда-то идти. Понятное дело, что многие там люди могут возразить, ну, они просто ходят, потому что им делать нечего, потому что вот они хотят прогуляться. Но если человек хочет прогуляться, он лучше пойдет в парк погулять, да, там, ну, опять же, это все зависит от привычек. Тем не менее, вот, есть инструмент, с помощью которого можно делать все намного быстрее. Также, например, там, не знаю, там, например, родственники могут с помощью Сбербанка оплачивать все счета, например, там, своих родственников. И все это намного, просто, это действительно удобно, и это не надо ни где стоять в очереди, ни в какой, и так далее. То есть, реально возможностей много. Причем, там, у каждого свой банк, да, и вот в каждом банке есть какие-то свои преимущества. Но вот, говорю, так как я являюсь сам пользователем Сбербанка, да, для меня, вот, в принципе, это удобный банк. Потому что все основные функции я делаю, и как бы все нормально работает. Естественно, что Пенсионный фонд Российской Федерации. Кто бы говорил, что не нужен, например, более старшему поколению этот сайт, он нужен. Так, я сейчас хочу, наверное, показать свой экран. Я думаю, что мы еще минут 15, и закончим. То есть, еще минут 15. Будет так сейчас? А я, Дмитрий, говорит, мобильное приложение для Андроида уже огромное количество имени Петя Нерфи, за дырки вопроса, он не держал. Возможно, я вот не знаю, мобильное приложение для Андроида, но да, возможно. Так, сейчас я попытаюсь показать свой экран, потому что очень интересно сейчас вам показать следующее. Так, вы видите мой экран, сейчас я просто перейду на другую страницу, ну, например, вот в свою подсказку и открою вот этот сайт пенсионного фонда. Так, сейчас я вернусь обратно, чтобы посмотреть. Если все видно, напишите, пожалуйста, что вы видите демонстрацию экрана. Мы будем считать, что вы видите. Итак, вот, что я хочу сказать, что вот этот сайт, наконец-то, один из многих сайтов, который начинает быть адаптивным для людей более старшего возраста и с ограниченными возможностями. Почему? Потому что есть вот эта кнопочка. Во-первых, это значит, что мы можем сделать сайт более восприимчивым для тех, кто слабо видит. Да? То есть, есть вот обычная версия, есть вот такая версия. Мы можем шрифт поменять, увеличить его, можем сделать контрастность другую. То есть, для слабовидящих это очень важно. Конечно, процентное соотношение людей, там, слабовидящих в более старшем возрасте, оно намного больше, чем, там, в среднем и так далее. То есть, вот это один из лучших сайтов, например, да, который существует. Просто, вот, вот такое должно быть везде, на самом деле, да, то есть, вот, например, если сайт есть госуслуги, госуслуги, то на госуслугах такого нет. А это один из важнейших сайтов, который, там, нужен людям для, там, получения каких-то услуг, да, потому что действительно сейчас большинство услуг можно получить удаленно, и не надо никуда ехать, и получать какие-то справки и так далее. А тут нет такого. Человек, сейчас, может, есть. Вот есть такое, но я не знаю, как в этом разобраться. То есть, вот, то есть, как мы видим, что государственные сайты, они, в принципе, становятся такими адаптивными и используют разные, там, технологии, которые предназначены именно для слабовидящих, но, тем не менее, это не все сайты. Так, я сейчас вернусь обратно. Да, видно. Окей. Так, как мне это сделать? Обратно, 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 обратно. Так, теперь вы видите снова презентацию. Так, окей. Также есть, например, портал городских услуг. Например, если касательно Москвы, это очень тоже важно. Много чего можно сделать дистанционно, и нужно просто показать это, как это сделать. Ну, во-первых, конечно, самим сначала понять, как это делаете. В том числе, там, записаться в поликлинику, либо, там, еще куда-то там. То есть, вот, это можно все уже делать дистанционно. Также, например, Москва, наш город, это один из сайтов, который позволяет, например, отправлять обращения об каких-то проблемах в городе, где грязно, где что-то сломано и так далее. Ну, например, мы все знаем, что люди старшего поколения, например, они очень, там, например, могут классно делать вещи, которые касаются наблюдения за состоянием двора, дома или еще что-то, если не так, да. Не то, чтобы они любят поругаться, да, но они любят показать, что что-то не так. Вот, например, показав, там, своей бабушке вот такой сайт и научив ее как-то пользоваться, либо, возможно, через вашу помощь, то, мне кажется, вот, это будет намного лучше. То есть, представьте себе, что в каждом доме, например, есть несколько человек, которые следят за состоянием дома, состоянием окрестностей и, например, используют, допустим, один из таких сайтов, как этот. И, ну, там, не знаю, количество обращений, мне кажется, возрастет, не знаю, в разы, и количество, естественно, решенных дел будет увеличено в разы. таким образом просто состояние города улучшится. Потому что мы, как среднее поколение, да, которое, например, занято очень своей работой, в частности, там, не обращаем внимания ни на что, мы даже никогда не увидим, да, что есть какая-то проблема там в доме, что что-то там не работает, какая-то лампочка, нам это вообще все равно. А вот, например, человек, который живет, да, допустим, пенсионер, да, он может обратить на это внимание и сделать. Так, госслуги я показал. Опять же, не очень понятно, как на той версии делать, как смотреть, потому что он очень сильно отличается от общей версии. Так, еще социальная защита, например, это все, что касаемо, да, опять же, возможности пенсии и так далее. То есть, вот, существует очень много сайтов, вот я просто в интернете посмотрел сейчас, да, опять же, но они совершенно не подходят под формат, потому что там нельзя изменить контрастность, а не какого-то непонятного вида, какие-то вот старые тексты, какие-то баннеры, какая-то непонятная ерунда вообще. То есть, вот, это говорит о том, что, например, даже если человек хочет что-то найти, он найдет в интернете, он перейдет поэтому на этот сайт, но он совершенно не сможет разобраться, потому что слишком все пестро, непонятно и так далее. То есть, какая-то реклама, он будет щелкать на рекламу. То есть, вот, мне кажется, что нужно создавать такие вот важные сайты, которые будут именно такими чистыми, белыми. Но опять же, это все движется к этому, да? Но просто мало кто знает о существовании таких сайтов, даже вот тех, которые я перечислил. Допустим, вот тут конос, да? Опять же, который я вспоминал, потому что действительно это важная штука такая, которая позволяет вам сэкономить кучу сил. Вы можете делать это, там, для своих родителей или бабушек и дедушек, которые живут, например, не с вами, а в другом районе. Я не знаю, по-моему, конос действует только в Москве. Ну, возможно, есть такие подобные сервисы в других городах. То есть, с помощью технологии вы можете действительно сделать жизнь легче, да? опять же, это не говорит о том, что теперь, там, например, ваша бабушка или дедушка не будут ходить в магазин, потому что просто, там, не знаю, ну, возможно, они ходят в магазин, потому что им нравится, развеется или еще что-то, да? Но, например, зачем им носить тяжелые вещи, если это можно сделать, вот, заказать онлайн, вам прямо, даже не к подъезду, к двери это поднесут, и все, как бы, тоже вам оплачивать, ничего не надо, вы можете оплатить за них, это онлайн. Также лекарства, также я уже вспоминал об этом, то есть, мне кажется, лекарства это еще важнее. Понятное дело, что для более старшего поколения, которые, там, в поликлиниках, им выписывают лекарства, возможно, они бесплатные, но для этого им нужно идти специально за, в определенную аптеку и так далее, да? То есть, вот, может быть, в этом сложность, но какие-то общие лекарства, да, которые нужны, опять же, зачем человеку куда-то идти, если вы можете это сделать быстро, вот так. То есть, возможно, вы сэкономите просто какое-то время и силу человека. С помощью вот этого сайта, принскрилинг, как раз я и хотел показать, что на самом деле, вот так большинство сайтов выглядит, потому что вот я вбил, там, запрос, интернет для, там, пожилых или для пенсионеров и так далее, и вот вылезает просто огромное количество сайтов, которые просто ужасны, какие-то вот сделаны совершенно непонятно для чего, то есть, это какая-то реклама, то есть, такое ощущение, что человек делает сайт нацеленный на то, что не знаешь, человек будет приходить туда и просто нажимать на рекламу, и, соответственно, естественно, он за это будет получать деньги. И вот в нашем интернете, в Рунете это, конечно, очень свойственно до сих пор, и это ужасно. И просто мне кажется, что вот людям старшего поколения обязательно нужно об этом говорить, что есть такие вещи, что вот есть баннеры, есть сайты, что не следует туда нажимать и так далее, то есть, вот об этом тоже нужно говорить. Так, это уже компьютерные курсы пошли. Есть очень действительно много компьютерных курсов, и их в России существует просто огромное количество. Вот этот сайт, например, более-менее такой интерактивный, который рассказывает о том, какие компьютерные курсы существуют, например, в Нижегородской области. Действительно интересный сайт, он использует какую-то инфографику даже, тут даже можно записаться на курсы, посмотреть учебник. Я сейчас пытаюсь найти ссылку. Так, сейчас я найду ссылку, найду ссылку, секунду, тут, наверное, просто нельзя нажать же, да? Да, тут нельзя нажать. Сейчас, сейчас, сейчас. Просто хочу открыть и показать вам, как это выглядит. Так, теперь мне нужно снова нажать «Показать экран». Вот так этот сайт выглядит, и тут есть учебник, учебная программа. Вы можете посмотреть вообще, из чего он состоит. Вы можете скачать учебное пособие, вы можете посмотреть каждый урок. То есть, на самом деле, вот если вы планируете, допустим, рассказать даже своим родителям или бабушке и дедушке, то вы можете воспользоваться одним из таких учебников, на самом деле их очень много. И просто найти более понятный для вас. То есть, если мы каждый урок открываем, например, да, то тут написано «Поиск информации в интернете». Тут просто текстом написано, что это такое. В принципе, в принципе, это даже достаточно для того, чтобы самостоятельно человека изучить, да, если он как-то более-менее владеет и может читать, ему не тяжело и так далее. То есть, в принципе, все логично и понятно. И вот, прям можно скачать полноценный учебник. И вот таких, на самом деле, сайтов очень много. В России существует и тут, например, по Нижегородской области можно найти ближайший класс на карте даже. То есть, это очень удобно. Допустим, там, выбирали свой район и посмотрели, где находится класс. Нажимаете и смотрите. То есть, все удобно. И я думаю, что это не единственный такой сайт. Он уже существует. Просто это для тех, кто хочет, например, помочь своим родственникам, показать, что есть такое. Так, и буквально еще пару минут. я хотел показать... Давайте я здесь покажу тогда пока. То есть, вот несколько слайдов у меня осталось. Есть азбука интернета. Вот этот ресурс я хотел еще показать. Азбука интернета это такой же ресурс, посвященный именно для тех, кто хочет рассказать, как именно пользоваться интернетом. Тут есть различные задания, есть учебник, есть уроки, можно скачать его. Глава 8, например. Давайте что-нибудь откроем. Портал государственных госуслуги. Вот тут прям рассказывается, зачем это нужно, для чего, как этим пользоваться. То есть, достаточно все понятно на самом деле. Мне кажется, это такие вот лаконичные сайты, они очень хорошие, и тут можно посмотреть. Даже вот, например, если вы хотите быть преподавателем или просто рассказать, вы можете залогиниться и посмотреть, какую-то дополнительную информацию. Вот, мне кажется, это один из таких хороших сервисов. Давайте я вам ссылку скину, которые, в принципе, помогают, и тут есть версия для слабовидящих, это большой плюс. Вот, это в ЦАГ, 2.0, по-моему, называется. И вот он, соответственно, в принципе, этот сайт, как вы видите, в принципе, все здорово работает. Вот. Так, все, давайте я вам скину ссылку, скину. В общем, резюмирую, хочу сказать, что достаточно много возможностей уже существует для пожилых людей, чтобы пользоваться интернетом. Естественно, вопрос, зачем это им нужно, да, и показать им это нужно именно с их мотивацией, потому что, если у них нет мотивации, бесполезно это говорить. Просто у каждого человека мотивация своя, и, поверьте, она есть. И вот, если вы найдете ту нужную мотивацию, то вы сделаете большое дело, и так или иначе, но спустя какое-то время люди должны начать пользоваться интернетом и начнут пользоваться, потому что, как я уже говорил, о социальной информационной исключительности, да, вы просто тем самым можете потерять те возможности, которые у вас будут. А мы, в том числе, когда мы будем старше, да, через какие-то 20 лет, то через 30 лет мы также можем там бороться, условно говоря, внутри себя с какими-то там проблемами в плане технологий, но мы должны понимать, что мы должны быть открыты к ним, да, и мы также открыто должны рассказывать о них нашему поколению, нашему старшему поколению. Поэтому главная цель – это найти мотивацию, зачем, ответить на этот вопрос, и запастись вот теми 10 принципами, о которых я рассказывал и попытаться сделать это более так как бы хорошо и таким образом показав вот те даже сайты, которые я показывал и рассказав о них, вы сделаете большое дело и я думаю, что те люди, которые не пользовались еще интернетом, они начнут им пользоваться. Так, все, наверное, это все, все, что я хотел сказать. Тогда я не буду переключаться. То есть вот вот сайт наш Теплица СТ, в социальных сетях надо слегка найти, мы везде Теплица СТ. И, в принципе, если есть какие-то вопросы, говорите сейчас, давайте, либо мы, там, вы можете мне написать. Так, 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 так. В принципе, я закончил. вопросы, вопросы, есть вопросы? Вопросов, видимо, нет. тогда говорю вам спасибо большое и присоединяйтесь к нашим вебинарам в будущем и в ближайшее время вы увидите полную запись и сможете скачать презентацию. В принципе, презентацию, чтобы скачать, я могу сделать вам сейчас, ссылку дать, если вы буквально подождете там, несколько секунд. Так. Вам спасибо, да, что послушали. Я думаю, что было полезно. Я пытаюсь загрузить презентацию.